Всем привет! С вами Кайан, и сегодня я вам расскажу о очень полезной программе Sleep as Android. Как гласит древняя поговорка, утро добрым не бывает, и виной тому не всегда недосыпание, усталость или банальная лень. Чаще всего мозг человека просто не находится в фазе медленного сна. Для тех, кто не знаком с терминами, вкратце расскажу, что сон делится на медленный и быстрый. И если в фазе медленного сна мозг находится в состоянии минимальной активности, то в фазе быстрого сна мозг человека вовсе не спит, а довольно интенсивно обрабатывает информацию. Вот именно по этой причине мы видим сны, ворочаемся, да и пробуждение в этот момент будет почти безболезненным. Наверное, этими фактами руководствовались разработчики умного будильника Sleep as Android. Приложение, собирая информацию о состоянии сна, разбудит вас в указанный промежуток времени именно тогда, когда вы будете в режиме быстрой фазы сна. Причем, поначалу прозвучит не слишком раздражающая музыка, типа пения птиц или шум океана. Ну а если в указанное время не будет фазы быстрого сна, то тут придет на помощь второй будильник с сигналом воздушной тревоги, и чтобы его отключить, можно потрясти телефон, решить примеры, словить бодрую овцу или побегать по квартире в поисках QR-кода. В общем, при соблюдении простейших правил, описанных в инструкции приложения, проснется, наверное, даже самый ленивый, так как вышеописанные функции уж точно приведут мозги в рабочее состояние. В общем, все бы было бы хорошо, но и минус тут присутствовать. И как на меня, так это некая особенность большинства телефонов, которые отключают аксилометр во время блокировки. Поэтому с высокой вероятностью придется держать дисплей включенным, что в свою очередь греет аппарат и вынуждает нас заряжать телефон на протяжении всей ночи. Но в целом, это, пожалуй, одно из самых полезных приложений для смартфона. И попробуя его, я могу с уверенностью заявить, что проспать с этим будильником просто невозможно. А у меня на этом все.